уважаемые друзья добрый вечер итак я продолжаю информационную политику и доведу до вас еще один интереснейший факт бестолковости наших правителей нашего государства итак друзья в 2020 году 3 февраля было отправлено официальное письмо примару муниципе кишинел и также примару городу берц в этом письме я вам просто покажу одно из них вот копия письма мне было поручено встретиться с примарами этих двух городов и предложить им предложение международной организации которые являются специальным учреждением при оон в чем суть предложения учитывая то что во все народ народ народном международном сообществе молодого числеца как одна из самых беднейших стран евросоюза имеется ввиду европейская часть поступило предложение одно из интереснейших предложений это касается энергетики альтернативной энергетики я вам приведу пример как зарабатывает на нас на дураках иностранные инвесторы мы же предлагали господину мэру города бельц и городу кишинев связаться и мы в этом обязаны способствовать и мы помогаем связаться с инвесторами пригласить сюда специалистов чтобы установили в этих двух городах альтернативный источник электроэнергии получать дешевую электроэнергию более того получать огромные доходы в бюджет города бельц и бюджет города кишинева 20 вернее феврале 2020 года однако ни мэр города бельц ни мэр города кишинева не ответили на наше предложение а теперь я вам расшифрую чем идея была одна из идей этого мероприятия и так я вам пример приведу как наши властители которые избираются вами приходят во власть и думают только о собственной выгоде и абсолютно не думают о том как в этих двух городах можно зарабатывать деньги пополнять бюджет этих двух городов увеличить поступление в бюджет города и увеличивать соответственно и заработную плату и увеличивать пенсии во всяком случае оказывать материальную помощь социально уязвимым теме и так пример я говорю сейчас о установке модулей солнечных электростанций посмотрите послушайте внимательно как инвесторы приходят к нам и на нас на дураках зарабатывает деньги и так такая информация вы знаете что в камраде итальянский бизнесмен взял в аренду 20 гектаров земли мэрия примария камрада заключила договор и передали в аренду итальянскому бизнесмену 20 гектаров земли за которую камрад получит ежегодно за аренду около 1 миллиона рублей в год внимательно слушайте что я объясняю итак камрад дает итальянскому бизнесмену 20 гектаров земли за эти 20 гектаров земли примария камрада будет получать около даже не миллиона лей в год Теперь давайте посмотрим, а что же на этих 20 гектарах итальянский бизнесмен делает. Представляю вам цифры. Итак, на этих 20 гектарах земли итальянский инвестор размещает около 30 тысяч солнечных панелей. Ну, если в среднем солнечная панель дает 350 ватт, то есть это будет, это в час я имею ввиду, слушайте внимательно, 350 ватт в час. Теперь эти 350 ватт умножайте на 30 тысяч панелей. То есть получается, так, есть разные мощности, но естественно, что этот бизнесмен будет ставить панели помощнее. Ну, берем 350 ватт. Так вот, на этих 20 гектарах этот итальянец будет получать в час в момент эксплуатации солнечных панелей 10 тысяч 500 киловатт. Сегодня Наре установила лей-70, лей-90 цену, закупочную цену от поставщиков электроэнергии. Итак, этот итальянец будет получать, это я не считаю чужие деньги, это я просто вам на примере расскажу, какие тупые у нас руководители. Слушайте дальше. Извините, что я перескакиваю. Итак, продолжаем считать. 10 тысяч 500 киловатт в час умножаем на лей-70. Берем самое минимальное, лей-70 в час. Итого получится 17 тысяч 850 лей в час. Умножаем 10 часов. Не будем считать 24 часа, потому что панели дают в разное время суток разную мощность. Берем 10. Так вот, в 10 часов, за 10 часов работы, эти панели на 20 гектарах земли дадут за, при вас считаю, еще раз, вот смотрите, в час 17 тысяч 850. Умножаем на 10, это получается 178 тысяч 500 лей за 10 часов. Умножаем на 30. 30 дней, месяц. В месяц это получается 5 миллионов 355. И умножаем на 12. Итого, более 100 миллионов, послушайте внимательно, более 100 миллионов этот бизнесмен получит в год. Ничего не делай, просто установил панели и только собираешь деньги. Более 100 миллионов. А премария города Камрад получит за аренду этих 20 гектаров. Около, послушайте, не миллион и не больше, а около. Около миллиона. Вот теперь 100 миллионов, это я взял минимум, самый минимум, 100 миллионов, отнимите 1 миллион. И сколько получится? Вот, друзья, как мы эффективно используем нашу молдавскую землю. Инвестор пришел, в данном случае я говорю о Камраде, не делать подарки Молдове. Он приехал зарабатывать деньги, при том, хорошие деньги, молодец, на дураках нужно зарабатывать. Теперь я задаю вопрос мэрии города Кишинева и мэрии города Бельц. Сегодня у нас наступил энергетический кризис. У нас объявили чрезвычайное положение. Еще случай. Сейчас расскажу. Так вот, господа руководители городов и сел. Извините, не буду выражаться русской нецензурной речью. Вы нихрена не умеете думать. Вы нихрена не умеете зарабатывать деньги. А вы только хапаете откаты, кульки и как бы что-то продать, и чтобы получить неучтенные средства в карман. Я вам пример привел один. Просто один пример. О том, как мы неэффективно используем нашу землю. Молдавскую землю. На 20 гектарах земли, которую передали в аренду в муниципе Камрад, примария Камрад, инвестор будет зарабатывать в 100 раз. Это как минимум больше, чем он будет платить примарию. То есть, примария на 20 гектарах земли получает, будет около миллиона. А если бы примария через муниципальные предприятия Сама взяла кредит, закупила эти 30 тысяч панелей, установила этот единый модуль на этих 20 гектарах, и она бы сама зарабатывала. На собственной земле сама бы зарабатывала. Но тут же надо думать, это раз. А во-вторых, интереса-то нету лично в карман. Потому что все будет на учете. Вот вам яркий пример того, почему у Молдови происходят подобные критические ситуации. Потому что все, кто приходят сегодня к власти, абсолютно не хотят думать. Скажите, пожалуйста, одно из предложений, которое мы готовили к примару города Бельси и города Кишинева, это было по установлению модулей в зависимости от площади на административных зданиях, на зданиях детских садов, учебных заведений, для того, чтобы бесплатно никому не платить, экономить расходы электричества. Сегодня сороки сообщают о том, что детские садики под угрозой закрытия. Значит, нету денег. Некоторые, кто не владеет ситуацией, информацией, не понимают о том, что для того, чтобы подготовиться к сезону отопления, нужно готовиться весь год. Когда вы устанавливаете солнечные панели, вы экономите огромные деньги в течение всего года. И за счет экономии вы имеете средства для того, чтобы пережить сезон отопительный. Ведь это не я придумал. Это придумали умные люди во всем мире. А почему в Молдове это все не внедряется? А вот задайте вопрос примару города Бельс и примару города Кишинева. Когда приходят мировые лидеры по внедрению альтернативной электроэнергии. Предлагают нашей стране новые технологии. Предлагают не только руководителям, а и частным лицам. Без посредников. Самые, ну, вы знаете, я ничего не имею против посредников. Но каждый зарабатывает как может. Но ведь мы предлагаем прямые контакты, без посредников. Мы предложили и городу Кишиневу, и Министерству здравоохранения, и городу Бельс. Прямые поставки, прямые поставки, потому что мы не коммерческая организация. Мы сегодня совместно с Организацией Миненных Наций заинтересованы в том, чтобы медицинские товары, которые направляются в страны для борьбы с ковидом, они были доступны. И мы предоставили информацию и заявки с предложением от производителей Министерства здравоохранения Республики Молдова, правительству, когда был господин Кику. Мы отправили предложение мэру Бельс, мэру города Кишинева. В то время, когда на рынке города Кишинева в аптеках маски защитные продавали по 10, по 12 лей за маску, производитель предложил Молдове с доставкой уже в Кишинев 2 лея, 32 бани. Друзья, вы это в этом должны знать, и я буду информировать вас постоянно. Скажите, пожалуйста, кто сегодня у нас заинтересован в том, чтобы облегчить условия жизни в стране для всех? О каком качестве жизни может быть идти речь, когда должностные лица совершенно не заинтересованы улучшить качество жизни в Республике Молдове? Те товары, которые мы закупаем, как товары первой необходимости, они должны быть доступны и медицинские, и такие жизненно необходимые товары, как тепло, как электричество, как вода. А почему наши лидеры разного уровня, начиная от села и заканчивая страной, не заинтересованы в том, чтобы наш потребитель Молдовы, чтобы народ Молдовы имел доступ к таким жизненно необходимым товарам в прямом назначении? Почему? Почему сегодня, задаю всем вопрос, как вы думаете, почему сегодня инвестор итальянский на 20 гектарах нашел мозги, имеет мозги, знает, как можно заработать, бешеные деньги? А вот наше руководство Республики Молдовы на этих 20 гектарах получает копейки и вешает лапшу на уши нашему народу, вот мы около миллиона будем иметь лей на 20 гектарах земли. Это супер тупизм, супер идиотизм, а вот инвестор, итальянец, на идиотах, на молдавских идиотах будет зарабатывать на этих 20 гектарах земли в 100 с лишним раз больше. Это что? Как это называется? Это называется идиотизм, полнейший, некомпетентность и бестолковость, вот как это называется. Я ни в коем случае не, как там некоторые сейчас будут говорить, я завидую, считаю деньги в чужом кармане. Вы меня не поняли, господа, те, кто так считает. Я говорю об эффективном использовании самого дорогого, что есть у нас в Молдове, это земля. Каждый метр квадратный должен давать нашей стране доход. Если мы не имеем нефти и мы не имеем сегодня газовых залежей, но у нас есть земля, и каждый метр квадратный земли нужно использовать, ну, на самом высоком уровне эффективности и экономии. Пускай даже не угодья, я не говорю о пашнях, я говорю о неугодьях. Почему никто не думает об этом? Я вам хочу привести еще такой пример. Я подготовил вам кое-какую справочку. Посмотрите, пример. Ой, Молдова, Молдова. Вот смотрите. Сегодняшний день в республике Молдова Солнечные панели Установили Где-то Вырабатывают Ну, в час Исходя из тех площадей, которые у нас установлены Где-то Более трех миллионов Киловатт в час И как вы думаете Кто вырабатывает Частные компании Берут в аренду Земли У бестолковых Примарей За копейки Устанавливают Парк Солнечных панелей И зарабатывают На этом Миллиарды Так вот, посмотрите В час Чтобы вы знали Если взять Ну Это частные Частные Поставщики Электроэнергии Они зарабатывают На На нас На дураках Более Пятидесят двух Миллионов С половиной Пятидесят три Миллиона Лей В один час Слушайте внимательно Это Они зарабатывают Час Теперь возьмите Калькулятор И посчитайте В месяц А потом посчитайте Вернее Не в месяц Это в час Они получают Умножьте На десять часов Берите десять часов Умножайте На тридцать дней В месяц И умножьте На год Вы полосеете В секунду Будет прическа Такая Как у меня Вы понимаете О чем я сейчас говорю А где государство А где интерес Государства Которое обязан Беспокоиться За народ За свой народ И составляет Всего на все Послушайте внимательно Выработка Солнечной энергии В нашей стране Значит Менее Ноль целых Одной десятый Процента А все остальное Наш народ Платит За газ Потому что Газ идет На отопление Электростанции И что Я спрашиваю А где до сих пор Было Наши мудрые Руководства А кто За эти годы Хотя бы Подумал Посмотрел Как же В цивилизованных Странах Я вам Приведу Пример Индия На сегодняшний день Имеет Население Один миллиард Триста Пятьдесят Миллионов Населения Из всего Количества Потребляемой Энергии Тридцать Процентов Потребляемой Электроэнергии И получают За счет Эксплуатации Солнечных Панелей Единственная Страна В мире Которые Такое Количество Получает За счет Солнца А теперь Некоторые Наши Некоторые Граждане Говорят Ой У нас Мало Солнца Уважаемые Друзья Скандинавские Страны Кто не знает Что такое Скандинавские Страны Я вам Перечисляю Финляндия Швеция Норвегия Так В этих Странах Где Солнце На уровне Мурманска И выше Санкт-Петербурга Активно Устанавливают Солнечные Панели Не только На крышах Но и На стенах В Германии 90% Частных Домов Все 90% Получают Электроэнергию За счет Солнечной Панели За счет Солнечной Энергии Мир Рванул Далеко Вперед Только Мы Молдова До сих Пор Как Наркотики Как Наркоманы Посадили Нас На иглу Газовую Иглу И мы Не можем Никак С нее Соскочить А почему А потому Что Не дают И вы знаете Почему Сегодня Те Кто Производит У нас Небольшой Процент 0,1 Одна Десятая Всего Процента Потребляемой Электроэнергии Получают За счет Солнца И продают Как Поставщики Они не могут Заключить Договора Потому Что Государство Не Заинтересовано В том Чтобы Получать Дешевую Электроэнергию От Тех Поставщиков Которые Установили Альтернативную Станцию Ну В основном Берем Солнечную Энергию Почему А потому Что Мафия Которая Сегодня Посадила Молдову На Российский Газ А там Еще Приднестровская Электро Молдавская ГРС Которые Тоже Под Каблуком У России И Они Не Заинтересованы В том Чтобы Правительство И руководство Нашей страны Потихоньку Способствовали Переходу На Альтернативных Источников Электроэнергии Потому Что Получают Оттуда Кульки Вот И Вся Схема Я Сегодня Решил Вам Это Все Не Просто Рассказать И Показать На Цифрах Мне Очень Очень Обидно За Нашу Страну Потому Что Молдова Это Мой Дом И Когда Я знаю Какие Возможности Есть Нашей Страны Зарабатывать Деньги Просто За счет Того Что Мы И 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 Просто Солнце И Земля Два Главных Фактора У нас С вами Есть И Мы Не Умеем Пользоваться Тем Что Нам Дал Господь Бог Мы Тупо Качаем Из Недров Земли Газ Качаем Тупо Нефть И Еще Те Кто Качают Нас Просто Насаживают На Эту Наркотическую Яглу А Нам Светит Солнце Вы Посмотрите И Мы На Сегодняшний День Моим Замом Обсуждали Эту Тему Выезжаем С На Этой Неделе В Украину К Нашим Представителям И Будем Обсуждать Поставку В Молдову Не Правительству А Частным Лицам Людям Кто Хочет Установить Две Три Панели Ну Что Вам Было Понятно Одна Панель В среднем Дает 350 Киловат То есть Если Три Панели То есть Не Киловат А Ват Если Взять Три Панельки Это Будет Один Киловат И Мы Будем Рассматривать Сегодня И Предлагать Не Только Властям Не Только Руководителям Городов Примар Мы Обязаны Предлагать И Будем Предлагать Но Мы Рассматриваем Альтернативу Что Представлять Людям Есть У нас Дома Многоэтажные На Крыше Этих Домов Можно Устанавливать Определенные Площади Ну Чтобы Вам Было Понятно Как Это Все Делается Дается Площадь Инженеры Разрабатывают Мощность Панели И Модули И Готовый Комплект Присылают Допустим На Вашу Указанную Площадь Вот Вы Говорите У У вас Есть 100 Квадратных Метров Вот Идет Разработка Подготовка Комплектация Полностью Комплектуется И Вам Отправляет Устанавливаете И Получаете Бесплатно Электроэнергию Мы Будем Сейчас Решать Вопрос Но Я Счел Нужным И Необходимым Довести До Вас Эту Информацию На Примере Как Наши Руководители Бездарно Отдают Самое Дорогое Что У нас С вами Есть Это Земля И Мы Отдаем В аренду За Копейки И Другие Бизнесмены В данном Случа Я Привел Вам Пример Как Итальянец На Нас Идиотах Зарабатывает Большие Деньги За счет Того Что Мы Ему Предоставили 20 Гектаров Нашей Драгоценной Самого Дорогого Что У нас Есть 20 Гектаров Земли Вот Так Вот Умные Зарабатывают На Дураках Друзья Спасибо Вам За Внимание Будь Что Новое Обязательно Вам Предоставлю Я Буду Вас Постоянно Информировать Рассказывать Вам О Тупизне Об Абсурдности Наших Властей Всем Пока